На официальном YouTube-канале Netflix вышел трейлер нового сериала «Телепузики», в котором зрители вновь увидят культовых персонажей «Тинки-Винки», «Дипси», «Ля-ля» и «По». Премьера «Телепузиков» состоится 14 ноября на стриминговой платформе. Тинки-Винки, Дипси, Ла-ла, Ля-ля, По. В эфире киноафиша ТВК и мы начинаем. Ну а начнем мы с повтора. Некоторые кинотеатры катают эту ленту еще 2009 года. Большинство ролей в фильме исполнили непрофессиональные актеры. «Бьютифул» снова на экране. Картина, конечно, тяжелая, но философия отношения к жизни впечатляет. Хавьер Бардем прекрасен, режиссер уникален. Разведенный отец двоих детей – свой человек в теневом мире Барселоны. Для правоохранительных органов он нарушитель закона. Для нелегальных иммигрантов, которым помогает получить работу, добрый ангел. Узнав, что неизлечимо болен, он начинает готовиться. Сами поняли к чему. Порой судьба похожа на песчаную бурю, которая все время меняет направление. Ну и контраст на фоне предыдущей ленты. Это американская картина. Ужастики. В этот Хэллоуин в городке округа Майл снова пробуждается зло. Клоун Арт возвращается после воскрешения из мертвых. Чтобы остановить его, девушке с братом предстоит раскрыть секрет Арта и понять, из какого мира он пришел. Ну а далее наша российская работа. При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает легендарная библиотека Ивана Грозного точно существует. Находка оказывается забыта на долгие годы и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы. Что там у вас? Тут мужик был. Это величайшее литературное собрание. Пол мира хотело бы обладать этой библиотекой. Только смотрите, не повредите там ничего. Это мировое наследие. А, приятно. Итак, с 27 октября в российских кинотеатрах стартует фантастический триллер Валерия Фокина «Петрополис». Главные роли в фильме исполнили Юлия Снегирь и Антон Шагин. Лента расскажет версию альтернативной истории, где человечество находится в тайном контакте с могущественным инопланетным разумом. Через много десятилетий между пришельцами и правительствами сверхдержав Земли назревает конфликт. Предотвратить катастрофу может ученый Владимир Огнев, единственный человек, которому известно нечто о подлинной природе в неземной цивилизации. Я утверждаю, что мы не можем адекватно оценить уровень развития человечества, пока у нас нет альтернативы. Слышишь, как жалобно кричит «Чайка» над шумящим взволнованным морем? Слоган следующей ленты про любовь. История разворачивается где-то на берегу Северного моря. Велга и Кирилла выросли вместе, знают друг друга с детства. Но их чувство влюбленности созрело и полноценно раскрылось не так давно. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного счастливого существования. Пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги – снега. Север холод, ветер воет, разлетаемся с тобою на полюсах. Полны моря, горы, горе, мы не встретимся с тобою, нас разделили небеса. Грозный папа – тоже наша лента. Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его, как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Ну а сейчас мультик. Прошло время с тех пор, как заяц Оскар и медведь Мик-Мик в компании своих друзей вернули домой маленького панду. С тех пор жили они спокойно и размеренно. Мик-Мик заботился о своих пчелах, а Оскар организовывал в лесу американские горки. И вот однажды к берегу Мик-Мика прибивает корзину с малышом Гризли. Большое путешествие, специальная доставка на экранах страны. Это моя волшебная палочка. И вот вам мое первое волшебство. Франция приглашает на свою картину шрамы Парижа. В ноябре 2015 года Париж пережил самые страшные теракты в своей истории. Жертвами тщательно спланированных актов насилия стали почти 400 человек. Но на этом преступники не собирались останавливаться. Чтобы предотвратить будущие угрозы, двум агентам придется провести одно из самых крупных расследований в истории Старого Света и помешать преступникам нанести новый удар. Теперь в опасности не только Франция, но и вся Европа. Я знаю, где эти двое террористов. Аллан и Марий, супружеская пара за 40, переезжают в дом своей мечты в пригороде. Но риэлтор предупреждает их. То, что находится в подвале, может круто изменить их жизнь. Невероятно, но факт на экранах страны. Ну а сейчас будет, пожалуй, жгучая смесь. Самый темпераментный дуэт. Режиссер Италии и Испании. На экранах «Римские расставания». Я что-то уже ни в чем не уверена. Почему ты ничего не сказала? Потому что это было не важно. Нет, это было важно. Ты заметила, что все стало по-другому? А что, изменилось? Да все изменилось, все! Я поняла, что хочу быть с тобой. Ну а еще есть добрая картина для всей вашей дружной и любимой семьи. Три новеллы о мальчике из дагестанского села. Удивительно, взрослый характер восьмилетнего ребенка приносит много хлопот семье. Но благодаря ему побеждает там, где взрослые сдаются. Без меня моя семья вообще ничего не может сделать. Это я только все решаю. Кинорежиссер Тим Бертон рассказал о своей карьере в компании Дисней. Об этом сообщает Deadline. Бертон сравнил студию Дисней с цирком. Цитата. Сказал режиссер. По словам Бертона, Дисней меньше времени уделяет небольшим оригинальным проектам. Он добавил, что компания пытается сосредоточиться на уже известных крупных франшизах. Да уж. И на мой взгляд, Дисней уже не тот. Тим Бертон известен как режиссер фильмов, снятых в мрачном стиле с использованием черного юмора. Среди наиболее известных работ его 40-летней карьеры это Битл, Джуз, Бэтмен, Эдвард, Руки, Ножницы, Марс Атакует, Сонная Лощина, Крупная Рыба, Чарли, Шоколадная Фабрика и еще Алиса в Стране Чудес, Мрачные Тени и многое-многое другое. В общем, в преддверии Хэллоуина, как бы вы к нему там не относились, я настоятельно рекомендую пересмотреть все киношедевры Тима Бертона. Поверьте, это того стоит. Сильно его люблю. Вы смотрели кино, афишу ТВК. Я вам желаю еще больше ярких, интересных и хороших, добрых моментов в настоящей реальной жизни. А фильмы смотрите, конечно, только качественные и захватывающие. Пока-пока. Мила, глаза, спички на экранах ТВК.